Тихонько-полягонько. Вот так вот. Вот так нас и потеряли. Ребят, я который вас уже извиняюсь за мое сопение, но серьезно. Я стараюсь все-таки дышать уротом. Напоминаю, что нос у меня сильно поломанный еще в детстве. Молодых глупостей. Так что, если я начинаю слишком сильно сопеть, воздух только злево не сгибается. Кто-то дельфин или я? Ну, красный мне отмечен, скорее всего, дельфин. То есть, это я как бы сосредоточился и, что называется, весь, так сказать, в процессе, знаете, задумался там о чем-то, заигрался, забыл, что надо ротом дышать. Вообще, конечно, блин, слушать, народ, кто меня смотрит, может, посоветуете что-нибудь, а? А то уж замучился, я микрофон и туда и сюда, может, какой-то микрофон особенный лист бы, чтобы этот сопение было не слышно. Я, конечно, знаю про какие-то микрофоны, которые прямо на горло как-то лепится. Типа, что там, ну да, чисто голос, считывается. Ну, ты и сказать же не надо делать. Ладно, фикс. Как говорится, посоветуй, не посоветуй, сам разберусь, но позже. Я вот еще петлички не пробовал, кстати говоря. Так, тоже важный момент, петлички я не пробовал. Петличка попробовать. Ну, она же как-то вешается, насколько я знаю, прямо куда-то под шею, на шею точнее, на грудь практически. Она не будет выдавать такого эффекта. Может быть, может быть. Так, ладно, продолжаем. Двигаем дальше. Извините, отвлекает немножко. Немножечко. Самую-самую, как говорится, малость. Нет, не тонем. Тут я уже везде был, по дну плыть не хочу. Давайте это. Ладно, давайте до точки доплывем. Там уже будем включать всякое разное такое. Ну, блин, да, батискаф неожиданно казался очень классно в советском уходить от погони. Ну, блин, как меня бесит вертолет. А почему вертолеты в этой части такие неубиваемые? Ну, серьезно, из пулемета вы видели, сколько я в него патронов зафигачивал, блин? И хоть быхны. Вот убейте пилота, а вертолет непробиваемый. Да, конечно, блин. Четыре раза, ё-моё. С брони их делают. Да, такой зал, блин, очередь у меня там полдвижка бы снесло. На хрен. Блин, черт, а тут висит и висит над башкой. Висит и висит и висит и висит, блин. И стреляет, и стреляет. Ну, что это такое, ядрите его в поле. Ну, бывает так. Микрофон тоже что-то, мозга компассирует. Отходил, вернулся, смотрю, обработка звука что-то куда-то пропала. Не то, в общем, что-то случилось. Это не обработка звука, блин, как его. Программа, которая регулирует, так сказать, сам микрофон, само гарнирование посредством. Пишет, не отвечает устройство. Устройство вот куда-то, все на месте. Чего не отвечает? Куда не отвечает? Кому не отвечает, блин? Кто кому не отвечает? Блин, я, конечно, все понимаю, но очень далеко. Может, выключить пока записи? А то у меня как-то особо и рассказывать-то нечего. На такую долгу идти. Слушай, давайте, на самом деле, в рубрику я запись сейчас доплываю. Сюда точки и там продолжим. Стало мне вдруг очень любопытно. Что это за место такое? Посмотрите, сколько здесь акул. Эта рыба-молот. Вон плавает. И главное с ним врезаться? Это вообще пофигу. Что-то они здесь такое охраняют-то, а? Смотрите, сколько их тут. Целая куча. Я тут толфу шла с этого не видел. Давайте-ка осмотримся немножко. Ну, по крайней мере, чисто под... Ну, подожди. Или я все-таки ее от того? Это молд? Это рыба-молот. Те, кто вдруг не знает рыба-молот, это акула. Вроде бы. Могу даже ошибаться. Вроде еще так не видно. Может, пониже, если спуститься. Может, там что будет? Вряд ли, конечно, но все-таки... Да нет, что-то ничего не видать. Короче, вот, как говорится, точка, на которой очень много рыбов-молотов. Вон они где. Это, если чё... В смысле... Это, если чё... В принципе, недалеко от городочка. Но что они тут? Зачем они тут? Нафига они тут? Вообще непонятно. То есть я ничего не вижу. Каких-то сваленных трупов. Еще чего-то. То есть под территорией этих плавающих монстриков ничего нет. Только сами монстрики. Все. Извините, выбираться наружу, проверять, насколько они опасны. Я не буду. Хе-хе-хе-хе-хе. Дедушки. Нет-то, нет-то, нет-то. Спасибо. Нам такого не надо. Хе-хе-хе. Не хочу. Хе-хе-хе-хе. Вот. Но... Ну, а это вот уже... Вот главное, я говорю, как... В кита, блин, врезаться... Ой. Так это, я говорю, всегда, пожалуйста. Кита мы на раз прибили. Ни за что-нибудь, про что. А как я говорю, рыбу могут придавить. Я там одну догнал, пинанул, так она просто переместилась. Вот как чайка сейчас просто вверх. Ну, по текстурам, грубо говоря, телепортировалась. И дальше плавает. Ну, да. Это вам не Тит. Ее то жалко. Об ней-то подумали. Кстати, в процессе плавания я подумал вот о чем. Потом надо бы как-нибудь, если не забуду, вот на субмарине вот сюда пролезть. Немножко тут пошарахаться. Интерес вроде. Ну, это потом. Так, давайте дальше перекур. Ну, в смысле, не в смысле, что я заканчиваю. В смысле, надо плыть до точки, а до нее еще... А до нее еще... Мое почтение, сколько хреначить. Как-то так. Текст. Короче. Да, вот он самолет. Поплыли. Наконец-то я добрался, это было долго. В общем, ребята, если решитесь выполнять это задание, забейте вообще на все. Сначала выполните его, потом занимайтесь чем-то еще. Потому что сейчас вот просто доплыть до этой точки, это кошмар. Это очень долго. Тише. А, вот вижу. Это очень долгий процесс, очень муторный. Ну, это реально долго. Я не знаю, может быть, тут где-то еще можно быть, искав, надо быть. Но... Я таких мест не знаю. Может быть там, где пристань. Кстати, пока я плыл, я успел подцапаться с полицейскими. Да. Ну, сам напал на их катер и прибил их. Вот. На меня попыталась напасть акула. То есть я выяснил, что, в общем-то, эти... Как их... Акулы-молоты не опасны. Потому что, ну, как только появилась обычная акула, она тут же окрасилась красным. Мгновенно. Ну, то есть, когда ты показал, что это... Вот, вот, вот она опасность. Поэтому, я так понимаю, что акула-молота, все-таки, это больше такой декоративный момент. Ну, то есть, рыба-молота, это больше декоративный, все-таки, момент. Вот. Дельфинов и молотов можно, оказывается, сбивать батискафом. Вот, я случайно это выяснил. Потому что, когда пыл по поверхности, я сбил как раз одного дельфина и одного молота. Почему-то не специально. Я просто плыву вдруг впереди. БАМ! И эта тушка появляется. Какого хрена, блин? Как раз специально за ними гонялся. Хрен кого поймаешь бы. Как... Я говорю, просто пыл по своим делам. Так, нате, получите, блин. Один, другой, третий. Черт знает что. Вот. Еле-еле вернулся от кашелота. Чуть второго не приколотил. Но этого, кстати, случайно получился. И начал погружаться, и вдруг он заорал снизу. Значит, я прямо на него, ну, шел. Тоже был довольно неприятный момент, конечно. Это что, поплыли, поплыли? Вот. Но все-таки, все-таки не приколотил я его, слава богу. Так сказать, несмотря на... Чуть было, чуть было плохое не случилось. Вот. Прибил одного человечка. Одного матраса. Человечка матраса, который имел неосторожность вылезти на берег и стоять там, что-то кричал про мою маму. Всплываем. Из-за этих видорослей иногда... А, в кепочной поверхности. Ну, давайте сплывем где-то. Ага, вижу. Нужно погружаться уже. Так, спуск. Ну, вот, конечно, все-таки не хватает тут наполнения для вот этого маршрута. Вроде от точки до точки. Много ли мы тут нашли, да? Не особо. Так, оно прямо подо мной. Ну, вот, скажем, ставим. А, вон оно. 66, 67, 69. Ой. Чуть мне это категорически не нравится. Смогу ли я опуститься до нужного уровня? Вон оно. Всплеваем. Всплеваем. Быстрее. Все-таки 100 метров не хохры-мохры. Да, уж глубоковато. Они захоронили балбеса. Ладно, мы знаем уже, что эти бочки не захороняли. Их тупо потеряли. Ну да, действительно, бывает такое. Знаешь, идешь вот по улице и теряешь. Плывешь такой в океане и вдруг неожиданно теряешь. Сколько там, 30 бочек с ядерными отходами? Постоянно, елки-палки. Бочки с ядерными отходами. Все время куда-то закатываются, еще что-то. Беда с ним вообще. Кошмар, кошмар. Наказание. Сущее наказание. Сущее наказание. Поплыли к следующей бочке. Бочки. Бочечки. 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 Знаете, чего я боюсь? Вот очень сильно. Сейчас я плыву, уплыву. Потом окажется, что какая-нибудь еще одна сигнатура с другой стороны острова. Вот так да и охренее. Оплывать это все, блин. Вот это да, это будет очень долго. Это будет очень плохо, очень печально, очень грустно. Что происходит? Камер зафиксировал в одном положении. Никакой сдвун к нему. Вот так вот, да. Ну вы обратили на все с ним. Тоже ничего не видать. Вроде бы, как бы. А может и видать. Не хватает какого-то, знаете, вот локатора поиска радара. Не знаю, как бы его здесь обозвали. Вот что-то такого. Потому что без него здесь на дне что-то выискивать. Но это надо быть очень лютым задротом. Ну либо, ну да, прям с очень лютым. Даже вот мне уже, ну скажем так, один раз теоретически, ну блин, это надо за один раз все делать. Потому что если затянуть с этим, то потом-то, типа, я потом продолжу. Ага. Потом продолжу. Это же просто банально, чтобы доплыть опять от точки до точки. Ладно, по типу тискафы хотя бы с двух сторон находились. Ну, в принципе, с двух сторон, да? Я имею ввиду, что, ну допустим, по диагонали на континенте располагались там, допустим, с одной стороны и с другой. Ну, чтобы хоть немножко сократить расстояние. А здесь какая-то откровенная херня получается, потому что как бы если нужно опять продолжить там с какого-то далекого-далекого места, то, простите, пока ты на него тупо доплывешь. Слушайте, ну реально этому батискафу какой-то перевозчика не хватает. Вот с моим смехом. У Тревор же, подождите, мы же этот батискаф как перетаскивали? На вертолете, да? На этом. Мы же его на магнителе, по-моему, да, на вертолете перетаскивали. Почему-то? Может он появится, конечно. Кстати, было бы классно, если бы он в итоге... А, вон вижу. Угу. Был бы классно, кстати, если бы он появился в итоге этот вертолет для перевозки батискафа. Ну, Тревор где-нибудь на базе, на этом аэродроме его. Всплеваем. Чё-то паблист не моргает. Вот ничего не видно. Вроде ничего не видно. Вроде ничего не видно. вроде бы точно так подторможить стал люто вы тоже это видео или показался как будто это знаете так это ненадолго фпс так просел не сильно но все-таки вверх-вверх выше ядрить только для этого быть скаф не хватает еще какого-то сканеров только для этих бочек но и просто там ничего то чтоб шмотки чтоб какие-то вещи находить уйди балбиси на пить задавлю тебя когда-то под водой они как-то они все-таки по ну как все-таки это ой тише-тише-тише-тише-тише-тише-тише-тише-тише вот это нам не надо нам такого счастья спасибо не нужно аккуратненько это дело плывем понятно что там в заливчике одна бочка на собака страшно плавать трауром в акваланде же не особо хочется все-таки мы уже все сделали прямо вот где-то тут такой шикарный залив а здесь бочка с радиацией лежит ну что это такое безответственное отношение а вот видите акула и сразу же она красным отметилась 21 чем тарантию на батискафе ну я пробовал но мечет не особенно получилось она исчезла а вот предыдущая акула меня прям преследовал долго достаточно за мной было плыла не отставая и в итоге я чуть плену как бы всплыл на батискафе вышел за этим бронебойный пистолет и буквально в один выстрел и снял что удивительно я хочу сказать что ну оружие она не сказать что плыла на поверхности то есть я как бы видел где на по радару прицелился ух ты вот опять рыбу молот пожалуйста целая куча но при этом ведь они красными отмечены то есть получается они не опасны все-таки роб молотаж помогу тоже они вроде как тоже хышники хренов знает так половину там где под лужи в конце концов зря мы шли тут временно этих подводные приключения тратим вдруг что-нибудь где-нибудь да сверкнет броня например халявная третье в корень 9 штук осталось 9 тревор станет миллионером после этого надо будет глянуть какую следующую потому что я посмотрел реально из список этой недвижимости там прям прописано что типа в перспективе но кто должен владеть этой штукой я все-таки постараюсь но по этому списку идти ну ладно немножечко так сказать по халяве ну и да у тревора и так они почти тревору у нас надо купить немнемнемнем но этот но тот но тот тот самый вы знаете аэродром с контрабандой там наверх тоже будут такие так как это все печально то здесь по-другому плывем а мне тут не нравится на этих островах слишком много мест я могу брюхом так сказать присесть это чё корабль так все на выход срочно да вы че это же корабль а вот собственно автомат так вверх трев о и броня халявная мне не нравится что он не тормозит в чем проблема он когда ст и когда ему груз продолжать плыть в чем проблема теме говорим пример ну как прекращаю крестьято сенчик продолжает плыть еще все тут развал и пушек стой потом пробить опа отпускаю 1 2 еще 2 грибка делаем прежде чем остановиться не разворачивается нифига блин что ты делаешь становись тупи ему прекратили пожалуйста всплывете очень прошу хватит а он чем нужно это что она это аптечка птичка это неинтересно но куда ты ну блин эти все несет а контейнеровоз плохо что тормозить не может вот чем делать он продолжает плыть ты не можешь например нажать естественную кнопку стоп даже если нажмешь удар ножом он все равно продолжит плыть после этого двигается постоянно двигается вверх тревор дай вверх ядрить твою в корень ну как тебе надо еще мышку топ вверх что ты делаешь выбрал силы очень удобно управление под водой прям я не знаю что происходит он отпускает shift 1 два вот два грибка еще делает такой заторможенный очень сильно управление это дико не удобно мы нашли найдем травер повернись по да повернись ты взять то что ты в какую-то сторону поворачиваешь ближний делать ничего это уж плыть вот туда куда эти поворачиваю прекрати пожалуйста этих прошу плыви куда тебе сказали беда беда с управлением то ничуть еще видит вроде больше ничего дать еще в начало все это безобразие с планом перевернутый да халявные пушечки целая куча халявных пушек рыбомолот халявные пушки что-то там еще ну тревер не туда не туда ну не туда блин да ну не туда ну что так да кликнет от пола я когда он рядом с поверхностью начну плывет как тучить страны защитим происходит очень как-то мотылять вправо влево почему-то развернулся это ядрит твой входите просто нажал на право один раз куда тир а ну да там уши куртану а 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 скорее всего большую честь того что тут валялся мы собрали скорее всего может что-то и осталось ну да ладно так где наш батя скаф прикольно но опять оружие залезай залезай залит блин у тревор ну ядрить твою в корень ну прекращай чтоб тебе же наверх смотрю ну что тебе не нравится залезай давай 20 раз нажала уперся башку блин так давай траки 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 хи блин вообще вопрос какого хрена здесь делает это дура то есть что нет ну конечно может типа опа опа фига фига вынесла на скалы потому что вот смотрите вот сейчас она меня преследует она гоняется прям так целенаправленно скорее всего это значит что мне придется что правильно мне придется от нее избавляться что мне такое сопровождение на хрен не нужно теперь нам налево да ну ладно сейчас выйдем а ну нет отвязалась вот самая та акула которую пришлось прибить она прям была очень приставучая то есть она за мной вдоль всего побережья промышленного плыла 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 то есть прям не отставала прям тыкалась меня то есть прям это очень так рьяно проявляла заинтересовывать видать консервы любит так блин вот тоже ну вроде находишь пушки да ну ничего выдающегося по-хорошему в таких местах надо как это пулеметы находить а не эти не автоматики ну чё это автоматика ну или тогда хотя бы находить как вариант коробки с патронами например а чё согласитесь прикольно то есть коробку именно с кучей патронов потому что ну чё то ну вот я нашел этот автомат что это такое это одна обойма круглая ну чё там одна обойма стоит даже по моим так сказать нищебродским меркам это всё равно ни о чём по большому счёту всё равно ни о чём это мало вот и блин ну тут надо конечно вдоль берега плыть чтобы там что-то интересное находить наверное ну скорее всего скорее всего ух ты шутка какая огромный каменный каменный клык чуть далеко тут плыть судя по всему будильник сказал своего что-то мы чуть не приближаемся что самое интересное сколько вот я уже фигачу сайгачу мы все не приближаемся я говорю вот я уверен что здесь имеет смысл на батискафе да вот исследовать берег ну блин не знаю но очень далеко очень неудобно вот я говорю если бы вы вот этот самый батискаф например видите вот причал здесь был бы он ещё где-нибудь вот тут этот причал ещё один по диагонали но видите сколько нужно времени чтобы тупо проплыть вот на батискафе вот до сюда с ума сойти можно ладно давайте до этой бочки доплывем до этой бочки там посмотрим вообще если есть в комментариях знатоки напишите может я где-то что-то пропускаю может действительно надо чисто вдоль берега плыть я там буду находить сплошные ништяки напишите я как бы прочитаю не, ну нет сейчас специально вдоль берега саягачить не хочу просто не хочу без уверенности что там что-то будет ну нет не хочу так достаточно опустился 49 метров всплывать и всплывать и полиция не найдет как далеко тут бочка-то реально далеко все-таки зря не через телефон-то сделали хоть убей зря очень зря на самом деле лучше бы они на карте показывали так было бы так во-первых самому было проще ориентироваться намного намного было проще ориентироваться потому что он по телефону ну нет я понимаю что типа там попытались так сказать сделать более актуально более правильно что ли ну с другой стороны ну нафиг это надо ну сделали ну че ну вот тебе говорю каждый раз карты карты хочешь посмотреть все телефон отключается а так бы просто на карте . появлялась например и все это там отметку поставил примерно понимаешь куда плыть и норм так ну нет что то я чувствую оттуда буду еще пилить пилить так что давайте небольшой перекур да и потом продолжим продолжим